Йо-йо-йо, the junior explorers, headin' to the forest, mappin' it for us, look out, dinosaurs about, everybody shouts as we headin' to the chorus! Journey to Ungoro! How did you give it to me to do this? Journey to Ungoro! Как вам рэпчик от Бенброда, а? Кто не знал, связано это с тем, что в последнем ролике про Унгору не было песни, так как ранее все интро-донов сопровождались веселой песней, что и полюбилось всему комьюнити. Но не последний ролик, который вызвал бурю негодований и очень подгорающий пост на реддите. Там даже начали собирать петицию на то, чтобы Бен должен спеть песню! На что и отреагировал сам Бенброд, записав якобы трек к новому дополнению, и лично мне очень нравится такое отношение разработчиков. А что думаете вы? Ах да! Всем привет, с вами Феномен, и я хотел осветить для вас некоторые интересные вещи, которые в последнее время стали известны и как-то напрямую или косвенно связаны с Хардстоуном, новым дополнением и циклом Мамонта. Уже ни для кого не секрет, что были понерфлены карты, изменена арена, в которой теперь будут только карты из стандартного режима. Также там повысили процент выпадания редких, эпиков и легендарных карт. Так что теперь на арене мы будем видеть их чаще. На практике скажу, что действительно арена очень сильно изменилась. Они еще сделали так, что если у вас в коллекции есть золотая версия карт, то вам ее будут предлагать на арене. Что по моему скромному мнению, лишнее, но все равно приятно. Ладно, давайте поговорим о самом важном, а именно новости про новое дополнение «Экспедиция в Унгору», где буквально сразу же в первый день рассказали про парочку карт и арты, которые связаны с дополнением. Пару лемов. Пару динозавров и зверей. И, видимо, некая панорама самого Унгору. Чуть позже уже нашли арт с начала ролика с каким-то доисторическим мурлоком, но мне интересно, что будет вот это за карта с милой черепашкой. Подождем и там узнаем. Что же насчет карт, то на одном тайваньском сайте была слита вот такая карта зверя. За 4 маны 5-4 боевой клич адаптирует ваших мурлоков. Но эта карта пока не подтверждена Близзами и вполне может являться фейком, так что не будем уделять ей много времени. А поговорим про карты адаптации, так как разрабы рассказали, какие будут все эффекты адаптации. Ранее нам были известны только 6 из 10. Одна из них является мощь вулкана, которая будет давать вашей карте плюс 1 плюс 1 к статам, такой а-ля банан муклы. Дальше у нас ядовитый плевок накладывает эффект яда на вашу карту, то есть существо будет ваншотить при размине, как императорская кобра. Клубящийся туман, маскировка до вашего следующего хода, чему явно будут рады разбойницы после ухода за маскировки в вольный режим или зал славы. И четвертая адаптация это каменный панцирь, который дает весьма такой увесистый баф в 3 здоровья. Ну а если ты не видел остальные карты адаптации, то досмотри ролик до конца и там будет ссылка на первый обзор дополнения, где я и говорил уже про них. Ну и также ссылка в описании. Помимо карт адаптации нам еще подробнее рассказали про новую механику задач или карт задач, всего их будет 9, по одной на каждый класс. И за выполнение каждый класс будет получать свое чудо-существо, как например нам показали хранителя Амары, вокруг которой сразу же начали вести бурные обсуждения. И на некоторые из них дал ответ один из разрабов, Юн Кву. Мол, что Амара будет не только устанавливать верхний порог здоровья в 40 единиц здоровья, но и отхиливать до этой отметки. То есть было у нас одно хп, сделали задачу, сыграли Амару и бац, у нас опять 40 полных хп. Также рассказали, что задачи будут уникальными заклинаниями, которые будут сразу выдаваться вам в стартовую руку и будут стоить одну ману. Но несмотря на то, что это заклинания, их никак нельзя будет получить из игровых механик. То есть их нельзя раскопать или получить с болтливой книги. Хотя подождите, пусть Павел доберется до задач, вот там посмотрим, можно или нельзя. Он и не такое может. Также если каким-то все же образом у вас получится получить две карты задачи, то одновременно сможет стоять только одна из них. То есть не получится как-то через хранителя чего их накопировать и потом навесить на себя, как гирлянду на елку. Еще сказали, что пока не задумываются карты, которые будут убирать или вскрывать эти задачи. Как например, есть же в игре секреты, которые очень напоминают эти задачи. И есть карты, которые снимают эти секреты, например, хантовская осветительная ракета. Так вот, таких карт для задач не будет. Но рады и то, что задачи будут занимать место под секрет. То есть если у вас стоит задача, то вы сможете сыграть только 4 секрета. Получается такое просто недозаклинание, недосекретное легендарное что-то. Помимо задач нам обещают в целом по одной классовой леге и 5 нейтральных легендарок. Итого у нас получится 23 легендарные карты, плюс еще 9, если считать отдельно тех, что нам дадут после выполнения задач. Также в одном из интервью Майк Донаэм рассказал про то, что они собираются в этом году экспериментировать с аренами. И возможно мы увидим чуть другой драфт. Не в 30 карт, а в 35 или 40. И потом уже из них можно будет выбирать нужные 30. Прямая цитата. Так что ребят, этот год явно будет полон интересных и необычных событий в Хардстоуне. Кстати, одним из ближайших станет очередная героическая потасовка, которая будет доступна на новой неделе. Ну если шаловливые демоны там не напортачат. Кто не в курсе, что такое героическая потасовка, расскажу вкратце. Вы вносите косарик голды, собираете колоду и можете побороться за главный приз. Всего-то нужно сделать 12 побед. С учетом того, что проиграть вы можете только 3 раза. Ну как на арене. Только дело в том, что колоду вы собираете из своих карт. И это уже получается такая некая альтернативно ладерная арена, где за 12 побед вы получаете просто нереальные призы. Весь список у вас на экране. И как вы видите, за 12 побед дают 50 паков, 1100 пыли и 1100 золота, а также 3 золотые легендарки. Да, приз выглядит действительно внушительно. Но проблема в том, что окупается эта потасовка только с 8-9 победы. Так что риск очень велик остаться с носом и просто выкинуть 1000 голды на ветер. Еще одна штука связана с годом мамонта. Это то, что будут введены, помимо ежедневных квестов, ежедневные бонусы за заход в игру. Конечно, данные могут быть не 100% такими, но ребята с сайта Хардпауна откопали в файлах игры то, что за первый день нам дадут на халяву 50 голды. За второй день бустер прибамбаска, третий день, если вы зайдете в игру, то 100 пыли. Четвертый день бустер старых богов, пятый день бустер унгора, шестой 50 голды, седьмой опять бустер унгора и потом с 8 по 14 будут давать по 50 голды. Вроде и мелочь, но приятно. Непонятно, правда, будут ли сбрасывать счетчики, если день не заходить, если вы понимаете о чем я. А то получать по 50 голды за место бустера такое себе. Подождем, увидим. На этом, пожалуй, это все новости, которые я смог найти. Хотя нет, есть еще одна интересная штука, которая, ну хоть и не совсем, но связана с Хардстоуном, так как с года мамонта нам обещали новый скин на разбойницу Маев. И один из московских художников буквально недавно выложил очень крутую 3D модельку Казакуса, которую можно посмотреть с разных ракурсов, сторон, покрутить как хочешь туда-сюда. Но задолго до Казакуса у этого художника в профиле можно было найти ту самую Маев и посмотреть, как она выглядит в разных ракурсах. Вот теперь точно все. Подписываемся на канал, жмем лайки, делимся видео с друзьями и не забываем, что у нас на канале проходит конкурс на предзаказ экспедиции Вунгора. Все условия в описании под видео. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok